Михаил Алексеевич Беляев, Санкт-Петербург, 1918, Петроград, русский генерал, государственный деятель, последний военный министр Российской империи, семья, родился в семье генерала Алексея Михайловича Беляева, дворянский род Беляевых дал много военных, в частности, двоюродные братья М.А. Беляева, деятель белогвардейского движения Иван Тимофеевич Беляев, участник Первой мировой войны и ученый металлург Николай Тимофеевич Беляев, участник русско-японской войны генерал Михаил Николаевич Беляев, кроме того, двоюродная сестра Мария, вторая жена Александра Львовича Блока и, соответственно, мачеха поэта Александра Блока. Биография учился в Третьей Петербургской гимназии, в 1885 окончил Михайловское артиллерийское училище, выпущен под поручиком в 29-ю артиллерийскую бригаду, позже переведен в Лейбгвардии 2-ю артиллерийскую бригаду тем же чином и старшинством. Поручик в 1893 году окончил Николаевскую академию генерального штаба по первому разряду, штабс-капитан гвардии. С 26 ноября 1893 года старший адъютант штаба 24-й пехотной дивизии. С 15 января 1897 года обер-офицер для особых поручений при штабе 18-го армейского корпуса с 8 декабря 1897 года стала начальник главного штаба. Подполковник с 1 декабря 1898 года младший делопроизводитель канцелярии военно-ученого комитета главного штаба. С 17 апреля 1901 года старший делопроизводитель полковник с 11 мая по 9 октября 1902 года командовал батальоном Лейбгвардии Змайловского полка. С 1 мая 1903 года начальник отделения главного штаба русско-японская война. Участник русско-японской войны 1904-1905 с 20 февраля 1904 года штаб-офицер для особых поручений при начальнике полевого штаба наместника на Дальнем Востоке генерале Жилинском с 30 ноября 1904 года. И. Д. Начальника канцелярии полевого штаба 1-й маньчжурской армии. С 13 августа 1905 года начальник канцелярии штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке за боевые отличия награжден золотым оружием. С 5 декабря 1906 года начальник отделения главного штаба генерал-майор генерал-квартирмейстер главного штаба. Начальник отдела по устройству и службе войск ГУКШ одновременно с 20 марта 1909 года являлся постоянным членом главного крепостного комитета. Генерал-лейтенант Первая мировая война после проведения мобилизации 1 августа 1914 года назначенный Д. Начальника генерального штаба. Генерал от инфантерии 23 июня 1915 года стал одновременно помощником военного министра Аполиванова со 2 апреля 1916 года. А начальника генерального штаба 10 августа 1916 года снят с поста начальника генштаба и назначен членом военного совета и представителем русского командования при румынской главной квартире. С 3 января 1917 года военный министр после революции во время февральской революции пытался организовать подавление беспорядков вместе с С. Хабаловым объявил Петроград на осадном положении, просил организовать присылку с фронта верных частей. Арестован 1 марта 1917 года. Находился в заключении в Петропавловской крепости. Вскоре освобожден по постановлению Временного правительства. 1 июля 1917 года вновь арестован. Допрашивался чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, безуспешно пытавшийся обвинить Беляева в злоупотреблениях. После Октябрьской революции освобожден участие в общественной деятельности и не принимал. В 1918 году арестован органами ЧК и расстрелян. Современники А. М. А. Беляеви, протопресвитера, Г. И. Шавельский, воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота, Нью-Йорк, Ист, Им, Чехово 1954, Т. 2, Г. Л. 3, Игнатьев, А. 50 лет в строю, книга 3, глава 9, М. Военездат 1986, С. 381, А. С. Б. Н. 5, 203, 000, 55, 7. Награды. Орден Святого Станислава III СТ. Орден Святой Анны III СТ. Орден Святой Анны II СТ. С мечами. Орден Святого Владимира IV СТ. С мечами и бантом. Золотое оружие. Орден Святого Владимира III СТ. Орден Святого Станислава I СТ. Орден Святой Анны I СТ. Орден Святого Владимира I СТ. Орден Льва и Солнца II СТ.